Элизаров показал, доказал и научно обосновал, что под влиянием механического растяжения все ткани растут. И этот рост очень близок к естественному росту. То есть после того, как рост физиологически заканчивается, можно удлинить необходимый сегмент на необходимую длину. И не только удлинить, но и придать любую форму, срастить. Итальянцы, которые первые в западном мире открыли для себя Элизарова и распространили его по всему миру, называли его «Микеланджело ортопедии». До Элизаровской эпохи, если была разница в длины конечностей, то есть хромота из-за того, что одна нога короче, предлагалось укоротить здоровую и тем самым уменьшить рост и устранить хромоту. А после Элизарова сейчас уже укоротить, уже мало кому в голову придет здоровому при нормальном росте укоротить рост. Сейчас удлиняют. Но раньше изначально это было для выравнивания длины. А потом, если можно удлинить одну конечность, почему не удлинить обе? Стали применять это на хондродистрофиков, то есть вот это с карликовым ростом пациенты. А потом уже пришли и такие здоровые люди, которые комплексуют из-за своего роста. И сейчас это используется, используется этот метод во всех странах мира. А центры, которые делают это по эстетическим показаниям, их не так много, где-то 10-15 по всему миру. А один из этих центров – это наш центр. И мы имеем очень внушительную географию. У нас приезжали пациенты из более чем 20, кажется, 22 страны. И из одной Японии к нам приехало увеличить свой рост более 40 пациентов. И сейчас в процессе у нас есть двое японцев. Мужчины в основном приезжают увеличить рост, а женщины, которые недовольны формой своих ног. Томообразная или эксообразная кривизна. И не могут одевать нужные мини-юбочки. Они после нас это с удовольствием одевают. Потому что форма ног исправляется, устраняется диспропорциональность между голенью и бедром. Относительно лечения – это хирургия. И больной должен знать, пациент конкретно должен знать, что это не очень комфортный способ. То есть какие-то лишения обязательно происходят. Понижается активность. Больные, конечно, ходят, но так выйти и с такой легкой походочкой пройтись по улицам, по крайней мере, в начале лечения это не бывает. Но этот самый дискомфорт проходит, забывается, а сантиметры остаются. Редактор субтитров А.Семкин